Друзья, всем добрый день, с вами Азамат Бастанов, и сегодня со мной рядом участники самого обсуждаемого, ожидаемого боя этого года, Михаил Кокляев и Александр Емеляненко. Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. Ну, что ж, начнем, наверное, с вас, Александр, потому что больше всего вопросов, на самом деле, к вам. Зачем вам это нужно? Зачем мне это нужно? Ну, как, ну, они все, культуристы, которые занимаются в зале, поднимают большие веса, уверовали в то, что они, после поднятия тяжести, ну, да, я не спорю, сильные парни, но эта сила, которую они там набирают, она бестолковая сила, глупая. Любую силу нужно куда-то вкладывать, нужно понимать, для чего ты занимаешься, а просто быть сильным, здоровым, это, ну, для чего? И мне что нужно? Да ничего, просто Мишу немножко так приземлить, да, сказать, что не в ту, он, ну, вообще, тему лезет, что бокс – это не его. Как таскал тяжести, так пусть дальше и таскает, ну, для чего только, мне это непонятно. Миш, в какую тему ты лезете? Расскажите. Ну, в такую тему, что Саша вообще предложил бокс-то так-то, когда он написал, вот так, я буду тебе бить в ринге, так и понимаю, что вызов бросил Саня мне. Как бы, началось это так все со Стеба, что два бойца смешанных и недоборцев, Александр Емеляненко и Сергей Харитонов развеяли миф о том, что тупые только качки. На самом деле, теперь тупые нет, теперь только качки. Вот, ну, Стеб Александр так среагировал, как-то, по-мальчишески. Ну, понятно, что на два года младше, чем я, можно ему, как бы, это простить. Ну, и, соответственно, кинув мне дуэль, оружие должен был я, ну, выбирать, правильно? Да сейчас можно придумывать что угодно. Ну, какой стебел, какая дуэль, кто кого кинул. Зачем лезть туда, куда ты не понимаешь и не знаешь? Да какая разница? Просто, Саша, разница большая. Не надо путать, не надо путать качков, тяжелоатлетов, бодибилдеров, не надо в одну. Я хочу именно в лице тебя развенчать миф у других людей, малообразованных, мало понимающих, мало разделяющих виды спорта. Тяжелоатлетика, бодибилдеры, спорт и прочее. Тяжелоатлетика это взрывная работа. Силовой экстрим это такое ММА. Это я серьезно говорю, пароходы таскать, самолеты тянули. Ну, ты опять узко мыслишь, узко мыслишь. Ну, вы таскаете самолеты, но дутраться-то не умеет. Ты жив талантливый человек, ты креативный человек. Почему ты, как основная масса людей, смотришь на это узко? Наоборот, я так смотрю, что мне тебя жалко на ринге будет пить. Я вот сейчас сижу и думаю, надо, наверное, людей спросить, в кое кораунда. И как бить его? Жалко, до боя не затупи. Опять не упади с велосипеда. Да ничего страшного, я даже если с велосипеда упаду, все равно выйду. Не, ну опять же, если тебя выиграют, потом люди будут говорить, Саня, мы шел после велосипеда. После велосипеда. Мы вообще выкинем с головы. Не должны быть они у тебя. Ну, честно тебе скажу, в этой ситуации, в большем даже тебе люди уже сочувствуют и тебе собереживают. Потому что, ну, это видно. Что? Это видно. Хорошо, что ты умеешь делать? Что умеешь делать, ты увидишь. Я просто тебе завидую то, что в ринге ты даже будешь тоже не один. Ты будешь вместе с теми людьми, которые тебя поддерживают. Это судья. Судья же будет не из тяжелой атлетики. Судья будет из бокса, я так понимаю. Судья, надо мне забыть напоминание, опоздай, если у нас 29 ноября бой. На тебя сам посмотрю. Я пойду к ней, в баскетбол, футбол поиграю. Я тебе писаю, поверь, я буду... Тренировку утреннюю проведу в спортзале. Саня, я узнаю, где ты живешь, я буду стоять возле твоей двери, тебе стучать и говорить, Саня, пора, пора. А если вдруг рухнешь там перед дверью, где стоять будешь? Ну, ничего страшного. Ты аккуратнее с вот этим перестой. Ничего страшного, Саня. Узнай, там где живешь. Ничего страшного. Александр, вы в одном из... Я здесь, давай решать вопрос тогда. Зачем ты ко мне? У нас есть, Саша, контракт, что мы должны, как говорится, как зениться в око... Бить тебе нельзя до боя? Нет, Саня, ты так рассуждаешь. Контракт, контракт. Как сказал один мой знакомый, приятель, он сказал, придумаю, как тебя убить. Поэтому она уже задача дойти до боя. Ну, и у тебя задача дойти до ринга просто. Она простая. Посмотрим. Александр, вы в одном из своих постов сказали, что готовы выставить, пусть вместе с Михаилом придут еще пятеро, каждому настучить за раунд. Да, ну, конечно, ну, мне не тяжело это, просто, знаешь, это все равно, что в боксерском спортзале переходить от работы по одному боксерскому мешку к другому. Ну, на одном поработал, сколько там, я не знаю, минуту, сколько мне нужно, чтобы сблизиться. То есть, Михаил, это боксерский мешок, в вашем понимании. На третий, вот она вся вот эта вот толпа тех, кого он перечислил. Кого ты там перечислил, загни еще раз пальцы. Задача минимум мешка боксерского. Загни еще раз пальцы. Задача минимум боксерского снаряда так, чтобы свеник выстрелил два раза. И для меня гораздо интереснее было смотреть, когда Нэд Диас давал вещей Конору, несмотря на то, что поиграл. Вот тех же самых вещей, Саня, я тебе хочу парочку дать, так, чтобы и у тебя, и у друзей твоих, и у людей, которые за тебя, и кто против качков, не возникало больше такой мысли, что мы ничего не можем. Задача максимум, конечно, не готовить. Слушай, давай я тебе отвечу на этот вопрос. Здоровья у тебя не хватит. Ну, посмотрим. Леща мне дай. Саня, я готовлюсь. Почему у меня уверенность, не самоуверенность? Самоуверенность это когда ты ничего не делаешь, лежишь, только в интернете баттлы с тобой делаешь, и пишешь, я тебя побью, я тебя побью. Вот это называется самоуверенность. А человек, который с января, заметь, до этого запуска с тобой, я занимался боксом, да, я неповоротливый. Я больше скажу, эта битва называется битва экскаватора и битва танка, который стреляет. Ты хорош. Моя тактика будет следующая. Послушай, послушай, моя тактика, нет, людям это будет интересно. Экскаватор, так. Поверь, вот ты не будешь первым номером, Саня. Скажи мне, в каком раунде? Хорошо, я тебе так скажу. Меня сейчас засыпали вопросами, все спрашивают, в каком раунде ты рухнешь, в каком раунде ты хочешь упасть. Саня, когда... Давай сам скажешь, чтобы люди меня больше не спрашивали. Слушай, когда бой закончится, когда судья поднимет или твою, или мою руку, вот этого будет достаточно для меня, для того, чтобы доказать и тебе, и всем. Слушай, да я думаю, и после этого тебя будут поднимать руки, тебя не будет там. Да, да, вот с этим... Вот. И многие, я читаю комментарии, и говорят, он должен быть упасть, упасть во втором, в третьем раунде. То есть, победу Ломаченко никто не рассматривает, и все его обвиняют. Он должен, это был театр, он должен был его убить в первых раундах, но они растянули это на более длинный срок. Поверь, то же самое здесь будет, Сань. Какого во втором? Послушай, послушай, будет то же самое. Я должен не до конца тебя весь, ты меня пожалел, ты меня не будешь жалеть, Сань. Как в песне, слушай, знаешь, песню Владимира Высоцкого. Удар, удар, еще удар, опять удар, вот, Миша Кокляев, Краснодар проводит апперкот, а потом... И поднял руку мне судья, который я не бил. Но это только песни. Михаил, давайте вот сейчас... Владимир Семенович Высоцкий, представься. У вас потрясающе. Собудие нашего боя. У вас потрясающий диалат. Чуть прерву его немножечко. Саня, какого-то из тех боев твоих, где ты проиграл, он предсказал. Михаил, давайте вот сейчас... Смотрите адекватно. Александр, профессиональный спортсмен, человек, который выступал и по боксу, и выступает действующий боец ММА. Вот реально, сколько процентов? Вы себя давайте в этом поведите. Я тебе скажу, что реально, вот для себя я говорю, моя задача вообще показать миру, что я этот мир, его правила... Его задача показать миру, что он дойдет до ринга. Мне вообще наплевать на правила этого мира. Ни разу не выходил. На правила этого глутамата натриевского мира, который люди привыкли, когда их обманывают, люди привыкли, когда их обводят, люди привыкли к тому, что вот это вот глутамат натрия усилитель вкуса. Я против этого, против поколения Пепси. Вот это поколение Пепси, вот оно поднимает. Он победит, как Ляева. А что ты говоришь? Какое поколение Пепси? Поэтому здесь задача, я вызов бросил Санне теперь. Я вызов бросил поколению Пепси, чтобы немножко народ, немножко у людей... То есть у нас поколение Пепси дерется против качков. Я вообще не понимаю. И поэтому мой процент я ставлю на себя. Я вообще не понимаю, о чем он? Поставлю я на себя. Миша, я родился в СССР. Правильно. И кем ты стал? Человеком. Каким? Спортсменом. А еще каким? Всю жизнь. Я говорил в детстве, когда даже в школу шли, кто-то космонавтом хотел стать, кто-то там пожарным. А я говорил, что я буду спортсменом. И я спортсмен. Я трехкратный чемпион мира по боевому самбо. Я чемпион мира по смешанным единоборствам. Я мастер спорта международного класса по самбо. Я чемпион России по студенту по кикбоксингу. Чемпион России среди военнослужащих по кикбоксингу. Который себя до сих пор не нашел. Почему? Я всю жизнь в спорте. Нет, ты в спорте, но для себя человек не нашел. Как я себя не нашел? Почему? Ну, потому что читаю твой комментарий под твоими видео. Да ты просто не понимаешь. Друзья, вы сейчас ушли немножко к философии. Давайте мы чуть вернемся к нашим низменным мордобоям. Не жалко? Не с кого? Михаила. Да жалко. Вот он сидит в глупости, говорит, говорит. Я вот слушаю его и не понимаю. А кто из вас, кому вообще? Что он хочет вести диалог, что он донести хочет до меня. Что он хочет тем самым сказать, вообще непонятно. А хочу, Саша, сказать, что когда я буду бить, когда я тебя буду бить, Саня, Сань. И говорят, когда пару плюху летят тебе, Сань, хороший, это не тебя. Миша уже победил. А я сижу, думаю, читаю комментарии и пишут. Он уже победил то, что вышел на ринг с тобой. Вот это вот вообще, вот это вот придумали они такую историю, сказку. Уже победил, потому что вышел на ринг. Да ну, блин, ну хоть толпой выходите на ринг. Что это за это? Вышел, выступил, ну победил, ушел. Ну, здесь победа в ту сторону не светит. Ну, давайте так, Михаил. Я сильно мнение о себе большого. И как человек, он хороший. Но как боксер, как боец на ринге, он мертвый. Я же не лезу к нему в тяжести поднимать. Я же не учу его, как он что там делает. Я понимаю, что это не мое. Железо ты не уговоришь. Зачем вот плет и человек на ринге? Я знаю, что любую физическую силу, которая есть, ее нужно не просто поднял, поставил, а пароход передвинул. Это те самые, как в истории, бурлаки на волк. Вот, оттуда он насмотрелся и таскается. Мужчина, как вы думаете, кого из вас удар сильнее? Мы увидим в ринге. Слушай, я тебе скажу, тут дело в том, что не в силе удара. Достаточно посмотреть бои на каутирующие удары. Начинаются с очень легкого веса. Надо бить правильно, убить. Я всю жизнь этому учусь. А здесь вот гражданин говорит с января, в боксе, и я тебя побью. Я всю жизнь учусь бить, как надо правильно бить вот таких вот граждан. А он с января уверен. Три раза в зал пришел, и все, я побью. Ну, откуда знаешь, что ты тридцать? Подошел к этому, ударил грушку, улетел. А, вот я, герой. У вас была переписка, и вот вы зацепились сначала в инстаграме. Но если вот мы сейчас называем вещи своими нами, кто из вас кому реально предложил бой? Не в плане вот этих подколов, а от кого все-таки была инициатива провести поединок? Да я скажу, можно даже переписку эту посмотреть, она есть. Я ничего не говорю. Я каждый раз просто отвечал и реагировал на выпады Михаила. И все, началось с того, что что там, он куда-то влез туда, куда вообще не надо. Я ему ответил, раз ответил, два ответил. Ну, как бы не то, что там. А он в себя уверовал, начал еще что-то там писать. Я готов выйти с тобой на вид. Он сказал. Я говорю, да ради бога, готовься. Я найду людей, которые организуют нам этот бой. Все, какие проблемы. Чего вы вот так вот в интернете заниматься, перепиской, тем более. Я это, я готов бить себя вру. Я говорю, выходи, рассказал. Будь мужчиной. Только когда будешь идти, не потеряйся. Возьми пару человек, чтобы за руки поддерживали. Что такое? Ребят, но ни для кого не секрет, что вы раньше... Да, у меня добавить не дать нельзя, все так и было. Что вы раньше общались, правильно? Есть фотографии, где вы вместе были в РСССР? Просто в одной организации, которая проводила турнир, приглашает VIP-гостей. О, ну че. Есть фотография, где вы стоите вдвоем. Ну, сфотографировались, выложили, известный человек. Просто вот, ну и все. Ну, не больше того. Раз увиделись, пять минут постояли, пообщались, сфотографировались. Ну, тогда он глупый был. Ну, не буксовал на месте. А потом залез там, начал, уверовал себя, сидит там, что-то хинками закидывает. А они его прутят. Не туда вперся. А почему именно Александр Емельяненко? Почему не кто-то другой? Почему выбрали именно его в качестве оппозиции, человека, против которого хотите себя проверить? Ну, потому что человек, который... Ты должен же любить богу человека. Потому что человек, который любит, я вижу, что он любит просто не себя в спорте, а любит спорт себе. Видно, что он очень талантливый. Всегда говорю, что он талантливее, чем Федор. Есть видео, где задолго до еще даже знакомства с Сашей я говорю, что он талантливый человек. Что, ну, вот он мог бы быть даже, наверное, номер один в UFC. Вот. Ну, где-то, наверное, видимо, через... чрезмерная самоуверенность, я думаю, скорее всего, и гордыня Александру помешали стать действительно величайшим спортсменом. Да нет, дело в том, что я тебе скажу. Я только начинаю. Понимаешь, всему своё время. Всему своё время. Вчера, 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 вчера ко мне приезжали. Я тоже начинаю. Детушка в Ростове, ему 82 года, он начал заниматься. Я говорю, вопрос ко мне. Поэтому... Вопрос ко мне, Сань. До этого я отдыхал. Вот честно, что ты говоришь, вот у тебя, действительно, фамилия украинская, ты как-то не смотрел, девятая рота. Знаешь, знаешь, делится, делится. Слышишь, говорит, ты ходил свободно, как камножь, ради, ты слова не дашь сказать, понимаешь? Ну, потому что ты глупости говоришь. Ну, почему ты считаешь... Сейчас фамилию мою затронул. Послушай, почему ты считаешь, что это твое... Слушай, ну, за это прям вообще, за фамилию можно и подзатыльник получить. Вот у тебя есть возможность это. Руками мажешь, успокойся. Вот это ты можешь сделать твой. Вот так, вот у тебя положи, не надо махать ими. Не перебивайся. Поэтому Александр, Александр, очень талантливый человек, но очень заносчивый. Поэтому не получилось у него... Когда талантливый человек, он забывает о том, что это дар Божий. И он этим пользуется. А когда он начинается пользоваться, начинает этим пользоваться, начинает забывать о режиме, начинает забывать о морали, называть... Он начинает забывать о каких-то таких вещах, о вещах, которые действительно могут довести до номер один. Я никогда не был талантливым спортсменом. Я был дисциплинированным спортсменом. А дисциплина, как правило, всегда бьет. Что, Саша? Талант, бля. Саня, талант. Я тебе скажу так. Смотри, я отвечу на твой вопрос. Вообще бестолковое пояснение было. Всему свое время. Всему свое время. С ребенка, который учится в первом классе, с него нельзя спрашивать, как со взрослого. Тем более люди тяжеловесы. Я же не ушел из спорта. Ну все, у меня были одни ситуации, другие. Я тренируюсь, я развиваюсь, я дальше набираю. Они меня как с ребенка спрашивают. Он талантливый. Тебе нужно было в первом классе сдать экзамены за десятый. Да хорош. Саша, в 23 года я уже буду в Борной РСИ по тяжелой петке. Время придет. Я в 16 лет выполнил норматив мастера спорта. Ну и что? Я в 16 лет выполнил мастера спорта. Ну и что? Я в 20 лет выполнил мастера спорта. Вообще бы неинтересно. И организаторам этого боя было бы неинтересно. Емельяненко это Александр, это одиозная личность. Это лицо такого хулигана, за которого вся Россия, потому что у нас все, кто за Поволжьем живут туда, за Волгой. Они по собственному желанию не уезжали. Они или в ссылку, или в бега. У нас вся Россия практически за Саню будет. Именно плохая ее, хулиганистая сторона. Поэтому это я понимал. На что я рассчитываю? Для меня задача, две задачи. Закончить свой спортивный путь ярко. Именно вот у меня татуировка здесь, Рудиарюс, это гладиатор заслужившую свободу в боях. На арене на гладиаторской. Я хочу ее оправдать. Я выйду в ринг, Саша. Я выйду в ринг с человеком, с ярким, Саша. Не веща, с ярким очень человеком. Да я думаю, ему после боя надо будет переделать эту татуировку. Гладиатор, который отгреб в боях. Ну, ничего страшного. Хотелось бы сказать по-другому. Вы ставите переделывание, если вам честно. Поэтому, Саша, это самая интересная татуировка. Это замес, это хороший замес. Другой любой на его месте, это было бы неинтересно. Ну, как Ляев в Хариктонах, ну, как Ляев в Дацик, как Ляев и еще кто-то. Это было неинтересно. Здесь какие-то фамилии странные упоминают. И Саша добился много-могового в спорте. Ты хоть бы нормальных бойцов привел бы в пример, а не вот этих клоунов. Ты даже знать не знаешь. И говоришь ты точно так же, как они, как те, кого ты привел. До боя посмотри, изучи нормальных людей. И следующий раз, когда будешь вот так, сидеть руками махать, ты хоть, ну, какие-то имена назови. Волк, 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 волк. Понимаешь, нормальный имен. Даже волк, 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 они бы сами собрали. Да ты знаешь, ты больше не знаешь никого. Ты вообще узнаешь, изучишь, что это за вид спорта. Посмотри. Честно, я не смотрю спорта вообще. Ты посмотри, куда ты привел с апреля месяца. Послушайте, пожалуйста. Слежу за его, ясно-грамбой. В интернете есть два комментария. Первый, это хайп, его больше относится к вам, что вам этот бой нужно ради хайпа. А второй, это зашквар, его больше относится к вам, потому что, мол, не боже, профессиональный спортсмен. Как я, что он, если гражданин взорвется на рейке, чтобы не убегать от него, сказать нет, его дальше понесет. Я крутой, я уверовал себя, Емельяненко меня отказался, да я говорю, что я дома спать буду, разбудите меня, 29-го я приду. А Емельяненко с Харитоновым развенчали миф о том, что тупые, качки тупые. Теперь тупые не только качки. Вот это был хайп. Гражданин, Михаилович. Вот это, на этом, я честно скажу, это был сценарный план видео. Я сижу, кухонный специалист, сижу, ем кашу. Химкай, говорю, честно. Саня, я после нашего боя запущу этот линейку Химкали, буду называть Химкали и Мельянин. А, емельяненко. Супер. Или можно как-то переделать. Так вот, вот до этого будет Химкай. А есть такая новая проекта, вот как Ляева. Химкай, надо Химкай сделать и лицо как Ляева. Вот, и здесь задача, смотрите какая. О, надо футболки, у тебя вот, у него висит место России Химкай. Химкай, значит, надо этим сказать, фанаты Михаила, приходите в белых футболках, а на груди будет Химкай. Вам раздадут, будете носить, поддерживают. Хайп это только разговор, хайп это базар. А когда начинается уже переходить к изменению, ни хера себе хайп выйти из человека, который больше 25 лет в боевых единоборствах выйти. Хайп. Получать будут не одни по хайпу, получать буду я по лицу. Какой здесь хайп? Мне нужен хайп? Нет, друзья. Мне нужен спорт. Я люблю себя в спорте. Одну секунду. Бери спорт в себе. Успокойся, помолчи. Вот смотри, если вот вы заметил, если ты заметил, да, вот, да и тех, кто тоже нас смотреть будет впоследствии. Он до этого сказал одно, а сейчас сам себе противоречит. Глупый человек. Где, на чем я противоречу? Бестолковый. На чем я противоречу? Где? До этого рассказывал, что Емельяненко вообще не спортсмен, а сейчас говорит, что он в спорте. Подожди, я послушай, а где я говорю, что ты не спортсмен? А ты потом запись. Иде я сказал, что ты не спортсмен? Запись, запись, потом посмотри. Ну и спортсмены с самого начала, Сань. Хорош, бубни, послушай. Хорош, бубни, давай нормально разговаривай. А я с тобой нормально разговариваю. А что ты бубни? Нормально мы с тобой по-английски бы разговаривали. Слушай, а зачем ты вот так вот каждый раз делаешь? Почему ты немножко остыл? А то ты слишком уже начал потеть. Какой? Микаил, Микаил. Я смеюсь тебе в лицо. Я смеюсь тебе в лицо. Есть еще одна вещь, которую активно обсуждают в интернате, то, что ваш поединок с высокой долей вероятности постановочный, договорной. Мол, нет у вас никакой неприятий друг к другу. Вообще там друзья решили хайпать. 29 ноября запуститесь попкорном. До кончания последнего. Михаил, ваш поединок. Сейчас, сейчас. Подождите, ребята. Давайте так, мы живем в России. Мы живем в такой стране, где люди потом этого не простят. Это, во-первых, репутация. Это репутация и моя. Это неправильно говорили. У меня ни одного титула. Надо не по формам запасаться. Сказали, запасайтесь хинкали. Запасайтесь хинкали. И что с ними делать дальше? Тебя кормить в больнице. Поэтому, поэтому как-то так. Александр, ваш поединок постановочный? Да нет, ну как постановочный? Ну глупый человек. Ну как вот с ним можем? По его боксировать не умеет. А нет такого, что уходить не умеет? Я спрашиваю у людей. Я у людей спрашиваю. Пускай они ответят нам в комментариях. В каком раунде гражданина отправить в нокаут? Все. Ну что с ним делать? Но в первом раунде я бить не буду. Я могу это сделать. Прям как только максимально. Ну сколько? Прям войти. Я не знаю. Самый быстрый нокаут вообще существующий. Это сколько будет? Да мне нужно будет просто сблизиться до него. И все. И Миша упал. Ну сколько это? Ну секунда, две. Все. Больше не будет. Ну сколько? Ну он же не убежит никуда. Я обрежу ему углы. Все. Но я не хочу этого делать в ринге. Я хочу, чтобы люди посмотрели, что человек. Самоуверенный сильно. И выходит на ринг не в свою дисциплину спортивную. Я же не лезу в железяки. Не учусь его таскать. А здесь он прям уверовал. Я, я, я это, я то, я туда. Ну и вот видишь. Я же что до этого и говорил. Чересчур самоуверенный гражданин. Еще сидит и что-то обо мне здесь рассказывает. Гордынь, еще что-то. Рвется на ринг, а драться не умеет. Понятно? Такого слова будет недооценка. Вы настолько сильно уверены в том, что Михаил ничего не сможет противопоставить. Да вы посмотрите на него, что он делает. Здоровый, крепкий мужик. Ну и все. И все. Ну что? Ну я покажу, что вот это вот не показатель здоровья. Я же еще раз объясняю. Силу нужно куда-то вкладывать. Нужно для чего-то заниматься. Они просто раздутся и стоять перед зеркалом. Я сильный. Или подбежать в какой-нибудь вагон. Перетащить, да, там грузчики грузят вчетвером. Он подбегает. Я один это все могу сделать. Таскаешь и таскай. Сюда не лезь. Не твое. Саня, что можно сказать только на твое слово? Улыбнулся тебе? Да вот все правильно. Помолчи, посиди, послушай. Да, повыкнулся и все. Посиди, помолчи, послушай. Чтобы не опускаться до уровня глупца. Александр, ну как-то глупо ты улыбнулся. Тем самым улыбкой своей ты подчеркнул, да. Те слова, на которые ты же и опустил. Александр, качки. Тупые. Качки? Ну вы посмотрите и сделаете вывод. Я думаю, очень. Михаил, вы сказали, что Александр и Сергей Харитонов дали вам понять, что не только качки тупые. Я могу назвать вещи именами, тем самым мы пытались, скажем так, весьма прозрачно вымекнуть, что и Александр не блещет интеллектом. Ну я и сказал только все. Я от этого не отвлекаюсь. Друзья, давайте теперь мы проверим. Вот и все. Ваш интеллект обоих. У меня есть для вас пара вопросов. Посмотрим, кто из вас здесь стал. Вопросы достаточно простые, легенькие. Вопрос номер один. Земля вращается вокруг Солнца или Солнца вокруг Земли? Отвечай. Ваши ты начинаешь. Слушай, настолько глупые вопросы, настолько детские вопросы, понимаешь? Они вот именно и для таких граждан, как ты, для того, чтобы они сидели, думали, напрягались и потеряли. Ты не можешь верить, что Солнце вращается вокруг Земли. С 29 числа ты поверишь. Я думал, ты вообще скажешь, что вокруг ничего не вращается, все ты на месте, посмотрите. Ну, давайте дальше. Как звали первого человека, который полетел в космос? Как бы его не звали, ну, вот этого гражданина я тоже отправлю. Туда он, в космос, спать. На пару дней. Надо только не перестараться. Будешь тоже в космосе. С Юрием Гагарином общаться там. С Юрием Гагарином, Юрка, здорово! Как дела? А как я здесь оказался? Вот и увидишься с ним. Килограмм ват или килограмм железа? Ты знаешь, вот сейчас боксирую 24-х мусовых. Понимаешь, вот они у меня потихоньку превратились в такие, как будто бы с виду они 12-ка. Но взвешивая их на весах, они весят 640 граммов. Понимаешь, то есть, понимаешь, то есть, объем разный, весит одинаково, поэтому вот вам ответ. Прям вообще настолько глупый ответ, настолько тупой ответ. Спросили про вату и железо. Как-то так вот прям вошел в кураж, рассказывают про пельчатку. Про вату и железо расскажи. Про вату и железо? Конечно. Про вату и железо расскажешь ты потом в 29-м. Не катай вату, Миша. Железная логика, Саша. Кого настроится на соперник, когда вы не испытываете друг друга неприязнь? Как? Я смотрю, вот в таких хороших предпочтях, гашилик, шубить, подкалывать друг друга. Кого настроится на бой против оппонента, которому нет никакой неприязнь? Да у меня какая неприязнь. Как я настраюсь? Да не как я настраюсь. Ну просто вот очередной наглец, который уверовал в себя и бежит. Ну как бы я понимаю, что не его тема. Ну а как? Я же не убивать его буду. Я же ничего там себе не буду. Я просто побью ему немножко по пузу, по голове. Выбью дурю вот эту вот, которая сидит там. И все. И сделаю благое дело. И возможно по-другому будет думать вот эта вот голова, которая на сегодняшний день просто ест. Охарактеризуйте Александра тремя словами. Сложно охарактеризовать сложного человека. Как бы попроще. Не повторяй сложные слова. Попроще. Характеризовать. Попроще. А еще и в нее ест. Александр Эмельяненко это человек, застрявший в детстве. Это раз. В детстве. В священном писании сказано. У детей учитесь. Вот. Застрял я в детстве. В детстве, когда не было священного писания. Что-то ты прям не то где книжешь. И еще я могу сказать. Александр это тот человек, который двуличный. В плане того, что он надел маску вот этого плохиша. Но в самом деле это тонкая душа человека внутри. Да никакой я не двуличный. Это вот такие вот граждане вроде тебя. Подели на себя свои маски на меня, понадевали, потому что не знаю. Вот и все. И выдумывай сидят. И сидят выдумывай. Вот и все. Вот Саша, ты в эту игру играешь. Александр. А ты гораздо лучше, чем ты есть. Я на твои все выходы, ну честно тебе скажу, не обижаюсь вообще. Потому что я понимаю, что ты другой человек. Если бы у нас вот эта тема, как говорят, хай, то что и ты, и я мы вписались в это, но уже обратного пути нет. Были бы с тобой очень хорошие друзья, потому что очень много соприкосновений есть. Православие, религия, правила. Мы смотрим на эти вещи, отношения к детям, отношения к родине. Но я тебе не замазать. Слушай, если тебе сейчас хинкали принесут, ты замолчишь. Все понятно. Эфир, эфир, не забивай. Это где большая часть от балаганов своих. Ответить можно, а тут тебе не сюда и не сюда. Ответить можно, и человек вопрос задал. Три. Или нельзя. Как вы можете их утверждать, Михаил, Александр? Тремят праздные слова. Тремя фразами, словами. Ну как, ну, бестолковые, глупые. Человек, который думает, что он понимает этот мир. Настолько глупые. Да ну что, Михаил? Саня, ты слишком много поговоришь. Тихо, тихо. Что ты делаешь? Слишком много говоришь. Ребят, давайте все, все в ринге. Ой-ой-ой. Все в ринге выясним. Давайте аккуратненько присядем. Дай салфетку, пожалуйста. Успокойся, присядь. Не поможешь ли? С бейсболочками, не кидайся своим. Не обзываться, Саня, не по-мужски это. В ринге все выясним. В ринге все выясним. Так, ребят. О чем ты разговариваешь? Давайте ждать этого закончу. Ну, о чем всем разговаривали? У нас съемки, давайте поспокойнее. Хорошо, все, ребят. Давай, короче, я пойду. Саня, до встречи. Стоит, что-то кидает. До встречи, до встречи, брат. Здесь, что ли, спать отправить? Тебя здесь хочешь спать отправить? Все, дорогой, хорош, хорош. Хорошо, что-то, давайте вводить, пожалуйста. Отправишь в ринге? В ринге. Да легко. Все, все. Попробуешь нашел. Легко. Присядь. Тихо спокойно. Все, присядь. Удачи. Давай. Давай, давай.